Праздничный выпуск новостей из Латвии. Внимание, в студию. Привет, Стёп. Извини, я опоздал. Что случилось? Прикинь, у меня оказывается аллергия за риски бальзам. Доз заложила. Что у тебя заложило? Ты перестань издеваться, я тебе говорю, доз заложила. Нафиг ты его принёс вчера вообще? Я понял, понял. Ребята, через три секунды эфир. Приготовились. Три, два, один. Начали. Добрый вечер. В эпиде новости. В Брюсселе пройдёт встреча Адгелы Меркель, Франсуа Оланда и Петра Порошенко. В роли Джода Рэба Сильвестр Сталлана. Жень, перестань. Я ещё тебе начинал, мать твою. Продолжим. Еврокомиссия пообещала выделить Украине финансовую помощь в размере всего лишь 100 миллионов евро. Срать, господь. А передём к киевским новостям. Вчера в Киеве на стации метро Крещатик вагон забежал голый мужчина. Осторожно, у него ствол. Премьер-министр Японии собирается с официальным визитом посетить Украину. Добро пожаловать в ад, узкоглазый каратышка. Жек, а ты задолбал. Сав вчера принёс пальцам и теперь сидишь издеваясь. Критит. Президент Украины Петр Порошенко связал падение курса гривны с тяжёлым экономическим положением в стране. А также пообещал, что к сентябрю курс максимально стабилизируется. Также президент гарантировал, что Украина к 2018 году будет в составе Евросоюза. По-моему, да полная жопа. И к другим новостям. Автоконцерн ЗАС представил украинцам новую модель Таврии. Господи боже мой, ты только посмотри, эта хрень движется прямо на нас. Спасибо. А сразу после нашего выпуска новостей начинается политическое ток-шоу «Свобода слова», в котором встретятся представители всех политических сил. Давай же быстрее, скорее закрывай люк, пусть эти твари там сожрут друг друга. Что ж, на этом, пожалуй, всё. До встречи в следующем выпуске. Аста-ла-веста, бэй! Господи, ну да какие! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»